Итоги реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2021 году и задачи на ближайшую пару лет рассмотрены на заседание регионального правительства. Его авторник, 8 февраля, провел губернатор Игорь Руденя. В минувшем году в рамках адресной инвестиционной программы в 24 муниципалитетах Верхней Волжи введено в эксплуатацию 25 новых объектов в коммунальном хозяйстве, образовании, физической культуре, дорожном хозяйстве и туризме. Проложено почти 10,5 километров межпоселковых газовых сетей и около 117 километров распределительных. Это позволит подать голубое топливо в более чем 2500 домовладений, социальных объектов и инвестиционных площадок. Губернатор особо отметил, что все удалось сделать в крайне непростых условиях. Прошлый год характеризовался, конечно, нестандартными обстоятельствами. Это и распространение коронавирусной инфекции, большое количество заболеваемости, в том числе и среди строителей, тех, кто выполнял работы. Также это, к сожалению, резкое подорожание строительных материалов и ресурсов, которые использовались. Но уровень реализации программ, конечно, растет. В рамках адресной инвестиционной программы в муниципалитетах также введено несколько объектов теплоэнергетики. Возведены газовые котельные в селе Медное и городе Благое. Модернизирована котельная номер один в поселке Сандово. Сделана теплосеть по Тверецкой набережной в Таршке. Построены детские сады в Твери, Торопце и селе Бурашево Калининского района. Реконструирован путепровод через железную дорогу в Вышневолочке. В перечень адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы включено 57 объектов в самых разных сферах. Есть и наиболее ключевые, к реализации которых шла тщательная подготовка. Это западный мост 25-й год сдача, это больница 25-й год, большие проекты это беженские объекты, наши тверские больницы это 23-24 год. Поэтому все сроки выдерживаются. Считаем, что это достаточно успешная работа правительства при поддержке глав муниципальных образований. Очень важным моментом губернатор назвал тот факт, что благодаря федеральной поддержке удалось сформировать оптимальную схему финансирования. Когда на 1 рубль из регионального бюджета Москва выделяет вдвое больше. Это позволит расширить адресную инвестпрограмму, включая туда направления, которые сегодня реализуются вне ее, но имеют важное социальное значение и большую капитал-емкость.